Евгений Дубин! Евгений, а вы рассчитывали вообще на попадание в финал? Как это произошло? Вот вы узнали о том, что, эх, а, и уже в финале. Не рассчитывал абсолютно. Это был дикий сюрприз для меня. И взбудоражил меня на несколько суток. Изменил планы. Ну, нам приятно, что вы с нами. Вам аплодисменты. Мне очень приятно. Наш финалист уверен, что сможет быстро найти мельчайшие различия в двух одинаковых картинках. Так ли это? Сейчас узнаем. Начинаем испытание для Евгения Дубина. В студии вы видите три пары знаменитых картин. Одна из них выглядит как оригинал. Вот другая отличается невооруженным взглядом. Это определить практически невозможно. Поэтому Евгений использует свое стереоскопическое зрение. Евгений, вы готовы? Да. Тогда начинаем. Прошу. Начнем с картины без названия. Кандинский. Вы узнали? Похоже. У вас минута. Время пошло. Да, говорите. Ближняя к вам треть. Внизу. Внизу. Сантиметров на 12 от низа. Указку левее. Левее, 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 левее. Еще 7-8 сантиметров. Еще левее. Ниже. Ниже, ниже. Чуть-чуть левее. И выше на сантиметр. Вот здесь вот такое темное пятно. Ну, это, по-моему, что-то невероятное. Вот где-то здесь? Да, вот это оно. Вы уверены? Да. Давайте узнаем, правильный ли это ответ. Да, это правильный ответ. Вам аплодисменты. Перед нами две копии картины «Звездная ночь». Минута пошла. Да, я готов. Луна. Ну, хорошо. Да. Левее. Стоп. Вот здесь вот такой, как правильно назвать, мазок. Желтый. Да. Да, вот он у вас под указ. Вот это он, да? Ну, вернее... Так, сейчас, сейчас. Мне кажется, что его здесь нет, а там есть. Вы это имеете в виду? Да, да, да. Правильный ли это ответ? Сейчас узнаем. Это правильный ответ. Как-то Ван Гог, как орешки просто. На самом деле поражает не только точность, но и скорость. Правда, это фантастика. Вам аплодисменты. А, ну и, наконец, самое трудное. Последние две картины написаны в стиле понтилизма, в основе которого лежит манера письма раздельными мазками, точечной или прямоугольной формы. Таким образом достигается визуальный эффект, когда цвета смешиваются не на картине, а как бы на сетчатке глаза зрителя. Евгению предстоит преодолеть этот эффект и найти отличие между двумя копиями картины Поли Синьяка «Папский дворец в Виньоне». Прошу. Есть у меня несколько секунд? Да, конечно. Я готов. Готово? Прошу. Прошу. Почти самый верх с вашей стороны. Стоп. 5 сантиметров левее. Много. Назад. Стоп. Повыше. Еще выше на сантиметр. Сложная картина. Они мельтешат перед глазами, ребята. Правее. Правее. Так, 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 так. Простите. Выше. Еще выше. Чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее. Вот здесь. Ну что ж, это окончательная версия? Ну что ж, это окончательная версия? Ну, возможно, несколько миллиметров выше. Контур самого мазка, он... Ну... Неправильной формы. Поэтому... И он сделал это! Евгений Дубин! Удивительные люди! Аплодисменты. Аплодисменты. Абсолютно невероятно. Я поздравляю вас. Это, правда, потрясающая демонстрация способностей. Жень. У меня просто какой-то максимальный шок, который возможен. Вы знаете, я сейчас просто вспомнил раньше в журналах, там в конце, когда кроссфорды, какие-то сканворды, и такие были вот задания очень интересные, когда две картинки, найди 10 различий. Я вот помню, как я находил 9, а 10 меня так злило, потому что я не мог ее найти и не мог там уснуть долго. Женя, это когда вы последний раз делали? Я хочу представить, Евгений Попадышевиле, 10 различий, две красные шапочки. У вас такие фантазии, почему обязательно красные? Так вот, я не представляю, как вы это делаете. На мой взгляд, ваше качество, удивительное качество, оно является абсолютно особенным, абсолютно уникальным. У меня шок, у меня просто больше нет слов. Браво, спасибо огромное. Спасибо, Евгений. Наташ. Евгений, не зря мы вас выбрали. Сегодня финал, правда, это точно. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, Наталья. Ольга. Действительно, мы когда выбирали Евгения, мы очень переживали, потому что вы не со всеми попытками справились в полуфинале, поэтому сегодня мы очень за вас переживали, но так здорово, и так, главное, быстро. Классно. Здорово. Василий, как это работает? Конечно, это основывается на том, как работает мозг. Если мы мысленно посмотрим на картины, закроем правый или левый глаз, мы увидим, как она сдвигается. То есть два глаза попадают в немножко разные изображения, оттуда мозг реконструирует обычно трехмерное изображение. Здесь вот удается таким чудесным образом так сфокусировать картины в глаза, что мозг воспринимает это как одно. И это, конечно, здорово. На самом деле даже трудно себе представить. Теоретически это возможно, но как это сделать, это вызывает восхищение. Спасибо большое нашим звездным гостям. Евгений Дубин – удивительный человек. АПЛОДИСМЕНТЫ